Пермь-Барнаул. Новый субсидированный рейс стартует уже 31 июля. Стоимость билета на человека в одну сторону составит 2843 рубля. Сегодня в Алтайском крае всего действует 4 субсидированных рейса. Екатеринбург, Казань, Новосибирск и Красноярск. Самое популярное направление из Барнаула – Новосибирск. Столица Сибири служит еще и стыковочным рейсом, открывающим для нас Хабаровск, Владивосток и не только. А вот самый первый субсидированный рейс из Барнаула появился еще 7 лет назад – в Томск. Казань, Екатеринбург, наши сибирские города – Омск, Новосибирск, Красноярск. Нужно связать авиаперелетами. Пожалуйста, государство говорит 92,5 миллиона рублей на эти цели. Такое количество субсидированных авиарейсов и более 900. Берите, осуществляйте перевозки, делайте дешевле билеты. Мы вам компенсируем эту разницу. Вместе с этим более доступны вот эти путешествия для жителей наших регионов. Порядок субсидирования следующий. Сначала регионы договариваются о софинансировании, открывают рейс. Авиакомпания, получив гарантии о том, что в бюджете предусмотрены средства, защищает в Росавиации расписание и получает субсидии из федерального бюджета. А вот пассажир получает фиксированную стоимость авиабилета. Это налаживание таких экономических связей, доступность перелетов межрегиональных. В этом году, дополнительно с августа, начнется еще субсидированный рейс на Омск. Порядка 65 тысяч пассажиров пользуются этими услугами ежегодно. Сумма на этот год предусмотрена 100 миллионов рублей. И в наш край прилетают, особенно летом. Мы пользуемся тем, что есть возможность доступного транспортного сообщения. Еще раз, 65-70 тысяч жителей Алтайского края ежегодно пользуются субсидированными рейсами. Не меньшее количество пассажиров едет и к нам. Центральная Россия активно сюда путешествует, вообще в Сибирь, в том числе и в Алтайский край. Мы интересны Казани, мы интересны Уралу в том числе. Мы сегодня богаты на впечатления, и Алтайский край действительно интересен путешественникам, потому что может предложить, ну, практически, не знаю, там, вот начиная от гастрономического туризма, заканчивая медицинским на любой вкус. Специалисты заявляют, что субсидированные рейсы могут не только сделать путешествия доступнее, но и, что важно, поддержать авиакомпании в условиях санкций. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.